В Староскорском краеведческом музее открылась выставка викторина «Дорогами памяти», посвященная 75-летию Курской битвы. На выставке представлены документы и фотографии из местных фондов и Белгородского государственного историко-краеведческого музея. Труженику тыла, ветерану военной службы Федору Викторовичу Чернышу, было 12, когда началась война. Старшие братья ушли воевать, а он работал на оборонном предприятии в Приморье. Когда вернулись братья с фронта, то поблагодарили меня, говорят, братишка, если бы не вы, то мы бы не победили. Почему? Потому что на заводах, на фабриках остались только подростки, старики и бабушки, больше никого. И вот мы выпускали такую продукцию, что нужна была на фронте. Не считались ни с деньгами, ни с временем, ни с чем. Ночевали в цехах, голодные, босые, раздетые, но работали даже и днем, и ночью. В Краеведческом музее на открытии выставки «Дорогами памяти», посвященной 75-летию Курской битвы, ветеран труда встретился с учениками пятой школы. В экспозиции представлены личные вещи фронтовиков, снимки, документы, фотографии братских могил, скульптурных композиций, которые рассказывают о мужестве и героизме жителей Белгородчины в военное время. Выставка реализуется в рамках проекта «Через творчество к знаниям» совместно с Белгородским государственным историко-краеведческим музеем. «Здесь у нас показаны предметы из фондов нашего Строцкорского краеведческого музея. Начало Великой Отечественной войны – это именно формирование истребительного батальона в Старом Москоле. Вот его командир Трофим Иванович Ковалев. Здесь все показаны и люди, которые участвовали в партизанском движении. Как вы знаете, на территории нашего края не было таких массовых проявлений партизанского движения, но, тем не менее, несколько отрядов существовали. И вот наиболее результативный отряд имени Щерца – командир его Афанасий Яковлевич Стенегупов. Здесь тоже показаны его документы. И это подлинные документы, документы 43-го года». На выставке школьникам предлагают поучаствовать в викторине, отгадать по стихотворению, о каком месте говорится, и найти его на стенде. А также указать на карте поселение, где находится воинское захоронение. Посетить выставку можно до 12 июня.